Салют, а сегодня, дорогие друзья, с вами ДОДА, 20-я серия игры Империумагический войн нашего прохождения, если будет точнее. Итак, мы с вами остановились на военной кампании. Да, у нас тут целая вереница войск идёт. И после того, как мы официально в прошлой серии взяли город Тирх, в общем, дальше нам надо с вами развивать стратегический успех. Ну, давайте сразу конец хода и пойдём тихонько. Давайте это пропустим. Ну, в принципе, тут всё можно пропустить. Ой-ой-ой, как же тут Кикония будет сейчас Элиаду бить? Елы-палы. Так, предложение о сделке. Золото на дерево и знания. Согласен. Срок сделки 2. Ну, ладно, давайте. Минное соглашение с Грисомпиониом успешно заключено. Отлично. Так. Что у нас по... Да, по снабжению. Ну, к сожалению, у нас со снабжением-то будут сейчас большие проблемы. Пока придётся вернуться. Чтобы город Тирх в следующем только ходу построится, он сможет здесь снабжать нашу группировку. Придётся пока немножко тогда подождать. Так. Так. Тогда сейчас мы аккуратненько переместим здесь войска. О, отлично. А теперь генерал у нас будет всех воодушевить. Отлично. Как я все войска воодушевил. Одним этим самым. Залпом. Так. А вот эти воины, кстати, можно пока их прокачать. Например, штурм. Как вариант, да? Ну бы и нет. Нифига себе, какой огромный город. Зарланаи. Семь. Это я так тут немножко территорию просто завоевал. Потому что у меня тут есть войска, которые имеют возможность пройти. Вы знаете, снабжение вот этой клетки стопроцентное. Давайте-ка перебросим сюда часть войск, на которые можно перебросить. Ну, хотя бы так. Так, все. Дальше здесь развиваем стратегический успех. Осталось нам, кстати, только город Таула. Таула, да. Взять. И с нашей совместной военной компанией. Да, видите, я им дал задание 3 города. А, кстати, я, смотрите-ка, неправильно дал задание. Я им дал задание захватить клетку, но не захватить город. Видите, я не проверил. Не попал я, оказывается, по городу. Ну, ладно. Так, что у нас по продовольствию? В принципе, еда не будет лишней никогда. Так что вперед. Вперед и под танки. Здесь строим фермы. Отлично. Тут тоже строим фермы. Ну, в принципе, плюс-минус мы с едой... Вот, кстати, остров надо взять себе. В принципе, плюс-минус мы с едой разбираемся. Так. Город тихо поврежден. В принципе, все на этом. Окей. Хорошо. По решениям ничего интересного нету. Тут тоже ничего интересного нет. Ну, вот это разве что проверим. Да, вот так вот. А, вот. Телки-палки. Эти три города, оказывается, у нас так активно страются, а я... Заметь. Вот так сделаем. Так, ну всё. Ход. Наверное. Сейчас город Тирха починится, и мы высыпаем. Переходим, так сказать, активное наступление. Ну, чё, Илиада? Да, Илиаде, конечно, очень тяжело. Тут, конечно, на них... Напало, напало очень много всего. Они ещё и сражаются с этой независимой нацией, продолжают. Ну, в общем, ясно всё. Пролетать. Как же больно. Смотрите, кстати, между прочим. Это вот каплиты против воинов. Видали, там прям очень сильно они пострадали. Так, новая технология у нас открылась, аллилуйя. Покорность. Это патронаж. Открытая покорность. Мы можем, конечно, её тоже прокачать. Просто, так сказать, чтобы она была. Мне кажется, надо вот эту технологию прокачать за три хода. Да, давай. Давай. Так, Илиада предлагает нам взаимное снабжение, открытые границы и лечение юнитов. Да, я согласен. Предложение конференции отклонено. Всё ещё они за нас злятся за это. Так, Лакрида, видимость городов. А чё, до этого, разве, их не было? А, именно Лакрида, малюсенькое государство. Да-да-да-да-да-да-да. Нет, не малюсенькое, у них там где-то ещё что-то. Так, ну что у нас по... А, ещё ещё вот так надо ремонтировать. Блинский-Клинский. Блинский-Клинский. Ну я просто не хочу, сейчас будет то самое. А, вот, смотрите, снабжение какие-то процентные. Вот ещё. Давайте, короче, атакуем. Крам. Берём воинами. Ничья, кстати, между прочим. И уже коняхой. Коняхой победа. Отлично. И, кстати, штурм у нас. В коняхе появился штурм. Почему он меня перебросил куда-то вдаль? Так. Уважение клетки 23%. Да, просто пока подходим сюда. А, ну мы можем, кстати, взять город Татаулу. Давайте. Пока ничья. А если я... Ну, воинов с топорами подключаем. Не, ну пока ещё рано. Давайте обычных воинов. Ведём город Татаула. Пожалуйста. Давай, давай. Ты у нас прокачанный. Да, отлично, есть. Мы захватили много всего. Но самое главное, чтобы взяли город. Мы это сделали. Всё. Наша армия достигла всех обозначенных целей военной компании против государства Кикони, которую мы вели вместе с государством Элиада. Будем надеяться, что наш союзник также успешно завершит свою часть, чтобы наши достижения не пропали даром. Отлично. Это очень хорошая новость. Так, а мы с вами давайте-ка здесь, собственно, дальше выходим. Я думаю, что вот сюда куда-то, на оперативный, так сказать, простор. Я бы даже, наверное... Да, начал бы... Вот ещё. Взял бы... Так, мы немножечко золотишко взяли. Так, золотой рудник повреждён. Чиним. Город Татаула. Чиним. Так, но этот город мы просто так, конечно, не возьмём. Просто с наскока. Не забываем воодушевлять. Кстати, у нас скоро генерал уже, как видите, потихонечку собирается придавать. Если что, генералы не бесконечны. Так, здесь мы, наверное, да, будем вот здесь, вот этим отрядом воинов с топорами потихонечку отсекать. В общем, город Зарланай. Я думаю, что мы Зарланай, да, или Зарланай. Потом посмотрим, как мы его переименуем. Вот. Я думаю, что мы его просто будем окружать и долго-долго-долго держать в осаде. Так, город Татаула я, пожалуй, переимену. Как будто бы Татаула лучше писать двумя эл. Не знаю почему. Так, ну что у нас тут? Давай. Ну, в принципе, вообще с едой у нас стабилизировалась ситуация. Даже, может быть, наверное, можно немножечко прекратить такой оголтелостью, как я это делаю. Строить... Строить поля. Да, наверное, можно, в принципе, прекратить. Я думаю, что-то загорелся этой идеей строить поля, потому что еды у нас нормально. Вот здесь вот точно надо продолжать строить поля, потому что... Астрада должна быть обеспечена едой. Они могут отделиться от нас. Федерации, составы федерации выйти. Чтобы они там не сдохли. Да, окей, хорошо. Так, что у нас по ситуации? Мы воюем только с Хеонией и Киконией. Останем у нас мир. Это хорошо. Политическая карта. Что у нас по торговле? Что у нас по Тайвесине вообще? Ну, какой-то прирост есть. Блин, как же у нас мало угля, а? Давайте... Ну, блин, ну четыре угля. Какой смысл? У меня... У меня проблема-то по-серьезней. Четыре угля. Мне четыре нужно. Для пятнадцать. Столько никто не продаст. Блин. Так, что-то угольное голодание ощущается. Ладно, давайте, наверное, ходствовать. У нас очень много влияния. А мы его что-то не используем. У нас тоже золота маловато. Использовать. Так, стратегический обзор. По торговле. У нас все города прокачаны по торговле. Голосовская школа. Большая очков знания и влияния. Вообще, как будто бы было неплохо, да? Построить. Давайте немножечко. Некоторых. Некоторых городах построим. Ну так, немножечко. Давайте ход. Давайте ход. Давайте ход. А дальше... Начнем лакуация. Так, Элиада, да, отбивай. Ладно, давайте я сразу все это дело пропускаю. Пропускаю. Это, в принципе, полностью я пропускаю. Здесь ничего интересного нету. Ледая предлагает нам оборонительный пакт. Это означает, что если оппонентам было... Что если союзник вступит в войну с другой страной, которая объявила нам... Которая объявила ему войну, то мы должны будем тоже к этой войне присоединиться. Но проблема в том, что если сейчас они, например, начнут по каким-то своим проблемам воевать с новой Македонией, то братья по оружию... Оборонительный пакт. Оборонительный пакт. Блин, нет, на самом деле, наверное, не надо. Пока что. Оборонительный пакт. Потому что... Ну, допустим, сейчас новая Македония на них нападет. То есть что, у меня хорошие отношения с новой Македонией были. А так мне бьется... Нет, отмена. Мне это не нужно. Спасибо. Мне очень жалко. Я понимаю, что они... Приятно, что я им отказываю. Отношения портим с Ледай. Ну... Невыгодно нам. Ледая просит 5 помощи. Угля. Нет. Сторян, но... И отношения с Ледай очень сильные. У меня просто самого уголь... Уголь миксуется, ребят. Не могу. Не могу. Вот Элиада 4 золота. Да, мы помощь окажем. Количество рабов увеличилось. Отлично. Так, ну что, у нас, по-моему, отношения с Ледай ухудшились просто в Хламиндос. Так. Ну, они сами виноваты. Они выставляют какие-то заведомо невозможные условия. Так, ладно. Давайте. Двигаемся. Так. Окей. Железная шахта. Бьём её. Отлично. Железный рудник. Чиним. Так, а вы знаете, что? По-моему, здесь... Нет. Вот там есть. Попутное соединение. А? Окей. Слушайте, а может и нету. Ёлки-палки. Блин. Нету. Здесь это самое. Море-море. А вот это, конечно, внезапный поворот событий. Так, ну всё. Я парализовал эти города. Я их взял в этот самый поворот. Всё, тут мы всё полностью завоевали. Так, а тут, оказывается, море. Вот казалось бы, да, что здесь его не должно быть, а оно здесь есть. То есть это сейчас нам надо будет вот завоевать вот этот город Хиной. Потом построить лодки. Построить эти самые транспортники. Сажать армию на транспортники. Перебрасывать сюда. Ёлы-палы. Но это целая спецоперация, конечно. Так, можно разжечь беспорядки немножечко. Да, ну шансы идеально взять. Тут город небольшие совсем. Конечно же не будем это сейчас делать. Соревнования. Вот соревнования я могу провести. Вещь очень полезная. Но пока может быть рано. Пока может быть и рано. Так, ладно, здесь мы окружили. Ну чё, тогда надо ждать, когда город Хиной нам перейдёт, друзья. И это самое, будем транспортниками. Надо будет фигачить. Фигачить эту самую верфь. Кроить на ней всё. И вперёд перебрасывать. Ёлки-палки. Но это неприятная очень ситуация, конечно. Приятная. Давайте бы здесь немножечко переведу. Этот город ковал, а он так близко находит. Хотя только встан локальную часть 130 пацанов. Так. Возвращаюсь вот сюда. Здесь я хочу... Нет. Убирается, окей. Ладно. Так, собственно говоря, чё нам делать-то, друзья? Ну да, придётся ждать. Просто у меня столько войск тут стоит, а мы сейчас все их кормить будем. Ну чё, может быть тогда город Хиной будем... Давайте тогда, наверное, может быть какие-то наиболее боеспособные части. Мы пока их поремонтируем. А эти, наверное, войска сюда перебросим. И следующим входом, наверное, будем, да, пробовать штурмовать город Хиной. Потому что нам с вами понадобится несколько... Несколько транспортников. А чё у нас, кстати, по транспорте? У нас вообще открытая. Где у нас где-то была... Была одна верфь, которую я оставил для того, чтобы... Ну да, для того, чтобы... Где у нас, блин, ведь чёртова верфь. А верфи нету, я её снёс. У нас будет первая верфь ещё. Но мы вроде какой-то транспортник имеем, насколько я помню. Вот, галера, да, да, да. Морской транспортный юнит, галеры. Ну, будем тогда на галерах перебрасывать. Но они, правда, очень слабые. Если на нас нападут корабли, надо будет сначала разведать, где здесь. И как-то перебрасывать одним ходом, что-то случается. Да, тут неприятно. Ладно, давайте пока ход, а дальше посмотрим. По поводу хода, нет. Единственное, что я ещё в некоторых городах построю философских школ, потому что, судя по всему, сейчас нам пока что... Ну, у нас откровенно не особо так, чтобы мы будем куда-то спешить. Поэтому можно спокойно это сделать. Ну, что у нас там, в философской школе? Ну, хотя бы так. Ход. Пока я не хочу строить философские школы в Труаде, потому что мало ли они выйдут, я тогда просто лишусь своих инвестиций. Чтобы они там не особо активно развивались. Вот еда у них должна быть. Чтобы у них было много населения, я потом его мог из-за этого самого. А вот развитием мне там не нужно. Ну, это всё понятно. А-а-а, они там, город у них основан. Понятно всё. Коптопара. Там ещё не как будто у нас уже было название такого города. Могут названия городов повторяться, нам с вами тоже надо будет за этим внимательно стоять. Так, ну ладно, понятно, независимая нация будет долго двигаться. Так, Ордейское царство нам предлагает много всего. Я, в принципе, согласен, потому что оно находится достаточно далеко, оно достаточно разразненное государство. Так, вот, отлично. Отлично и отлично. Так, единственное, что вот этот город почему-то перешёл на осаду. Ну, давайте штурмуем этот город. Да, сходу мы, конечно, его не взяли. Победа, отлично, но... Не то, чтобы прям получилось. Так, город уже горит. Ну, тогда давайте я его вот так просто возьму, да и всё. Сразу, сразу успокоились. И сразу заказываем галеру. Так, войска, которые сейчас у меня не заняты в боях, я их хочу починить. Восстановление войск это очень полезная вещь. Так, рудник у нас восстанавливается. Это всё чинится. Это пока не надо. Это пока тоже не надо. Пока мы с вами там галерки сейчас построятся, то всё пятое-десятое. Так, тем временем, вот, отлично. Мы с вами хоть можем теперь увидеть здесь ситуацию. Можно мне вот всё окрасить? Да, вот. Василики. Василики, столица. Василики. Дикольно. Так, слушайте, чё у нас тут вообще получается? А у нас тут получается с вами настоящая хрень. Чё, вот я так смотрю, тут так всё перемешано, говоря откровенно. А, смотрите-ка, слушайте, а вот вообще это самое, это царство Лакрида достаточно большое. Я что-то как-то оценил. У него тут такой анклав. И я всё думал, может, это и есть всё. Ну, там и там где-нибудь ещё. Столица Анкиры, кстати, вот так вот. Да, ну вот это, конечно, интересно. А как у них вообще взаимоотношения между собой? То есть, ну, я помню, что Ледая и Лакрида... Ну, они, в принципе, плюс-минус-то хорошо друг с другом. А, нет, вот, Ордийское царство воюет с Лакрид. В плохие отношения. Но при этом Ледая умудряется хорошее отношение держать с обоими государствами. Забавно, что в сравнении с нами они отображаются, что просто мы тотальный перевес имеем над государством Ледая. Да, ну у нас огромная, огромная государство. Да, ну вообще, блин, когда мы сюда полезем, тяжело будет. Это, не знаю, тут по-хорошему... Пойдёмся в том, что они, если воюют между собой... Кстати, Ордийское царство Лакриды воюют между собой. Интересно, кто из них победит. Потому что если победить... Ну, если не будет победителей, если они так будут динамично воевать, то это ладно. Но если кто-нибудь из них победит, то тут может получиться большое достаточно государство, которое, если объединится с Ледаяей, например, то здесь получится очень мощная империя, которая будет нам вообще угрожать очень сильно. Да, ладно, это, в общем, надо будет иметь в виду постоянно. А какие ещё есть государства? Какие-то мы ещё не встречали, может быть, пионию встречали. А, вот Вифиния ещё некая. Вифиния, с которой мы вообще ничего о Вифинии не знаем. Так подозреваю, что Вифиния должна быть где-то здесь вот. Вот тут вот. Тут где-то должна быть Вифиния. Вот здесь пиония, по-моему, на этом мосте. На этом мосте я, по-моему, пиония. А вот тут Вифиния. Ну, не знаю, но, в общем, посмотрим ещё. Ещё куча земель не обжита вообще, такое ощущение. Хотя, может, Вифиния огромное государство тоже. Хрен его знает. Ладно, так, это всё выключаем. Побаловались и хватит. Здесь вода. Да, блин, здесь вода. Как же это, кажется, печально. Так, ну что, вот эти войска, наверное... Точно, а может ещё здесь построить верфь и галеру? И здесь два отряда запустить и высадить их куда-то сюда. Попробуйте штурмануть город Ах... 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 От Химбра. От Химбра. А? Типа, сделать это... Ну, для чего это? Для того, чтобы... Он сюда часть войск оттянет. Скорее всего, конечно, мои войска сдохнут. Но это надо сделать, когда будет одновременно с атакой здесь. Типа... Да нет, на самом деле фигня полная. И как по мне, так лучше эти войска перебросить сейчас сюда. Потом на галерах переслать. В галерах переслать. Да. Концентрируем всё... Все удары в одной точке. Продолжаем решать вопросы с едой. Ну, пока хватит. Остальные я не буду загружать. Отдохнуть пустое пока. У нас еда есть. Тьфу-тьфу, еды хватает. Угля не хватает. Блин, зараза. Ну, не, вроде пошёл плюсик какой-то. Плюсик пошёл. Ладно, ход. Кстати, город Зартаная пока что ещё не в осаде. На всём случае, по-моему, сообщение... Кого-то на ордийское царство против Блоклида воюет. Тут ситуация, конечно... В общем, ширкомасштабные военные действия. Они, видите, как друг в друга езжают. И у них тут прямо противостояние. Узкий участок фронта. И поэтому у них нету возможности маневрировать. Ограничено всё. Хотя нету, они там даже морское используют. Даже морем. Удаётся чё-то делать. Да, тут чё-то Ильяда пытается, пытается. Они город не могут никак взять. Не, Ильяда должна держаться против этой самой. Ну, бэй, новым Микитоне мне не особо интересно. Да, я на самом деле тоже. Так, ответные действия Лакриды. Да, ну, такое ощущение, как будто у них позиция динамического равновесия. Потому что у них очень узкий. У них очень узкий участок фронта. И, ну, в общем, у них нету возможности друг друга обойти. Так, новая технология открыта. Отлично. Давайте дальше. Покорность мы можем прокачать. Но есть ли что-то поинтересней? Чинист специально пригоден для атаки на город. Захватчик городов. И там впереди адистократия, кстати. Открывается. Вылечивает добычу камня, угля и пищи. Негативно влияет на добычу золота и рост населения. Кстати, такое ощущение, как будто вот это для нас было бы идеальное. Идеальное. Достаточно ресурсов, понятно. Такое ощущение, как будто бы адистократия была бы для нас очень хороша. Потому что камень, уголь и пища, это было бы отлично, чтобы мы прокачали. Негативно влияет на добычу золота и рост населения. Но рост населения у нас вообще все нормально. А по добыче золота, ну, мы тоже золотом-то не обделены. Да и потом, ну, золото это не такая большая проблема. Ладно, давайте, наверное, все-таки пока поэкономим немножко. Я так. И прокачаем пока вот эту покорность золота и хода. Так, предложение о сделке. От нас ждут помощи. Нет, ребята, сорян. Я в ваши дела не буду. Так, а вот в Олимпийских играх мы поучаствуем однозначно. Так, Мохлас. Мохлас в осаде. Это хорошо. Вот только Мохлас, а Зартаная будто бы пока не в осаде. Ладно, друзья, давайте мы с вами на этом закончим. Значит, что нам с вами надо будет сделать в следующей серии? Строится галера. Значит, она с вами будет захватить город Мохлас, захватить город Зартанай. Кстати, Финой. Надо переименовать этот город. Вот, на русский язык. Так вот, значит, после того, как мы всё это делаем, создаём галеру. Желательно две галеры создать, чтобы побыстрее перебросить. После этого собираем здесь войска, перебрасываем их все сюдыть. Сюдыть их перебрасываем. И начинаем развивать наступление здесь. Уже непосредственно на территории... На территории Киконии. Территория Киконии. Вот, как-то так. И попробуем сменить всё-таки на аристографию. Мне кажется, что это будет лучше. Так, у нас сначала её будет открыть. Кстати, вот я полную поддержку оказываю вот этим тюрьм городам. Они никак на тройку не перейдут. Так, ладно, я обещал вам в прошлый раз показать графики. Давайте по графике посмотрим. Итак, значит, по экономике. Кстати, как видите, вот стабильность, да, экономическая. Ну, у нас прям... Ну, давайте я легенду, легенду, конечно, покажу. Ненадолго. Чтобы вы просто могли оценить по цветам. Но я думаю, что к цветам вы уже все привыкли. Если что, вот здесь на карте можете все подсматривать и ориентироваться. В общем, у нас на первом месте, кстати, забавно, что лаклида из известных нам государств. Лаклида на втором. И вот эта вот загадочная Вифиния, кстати, на третьем. Нет, это Троада. Это Троада, извините. Всё. Просто я забыл, что это за голубой цвет. А это Троада. Всё окей. Так, мощь армии. Ну, вообще, кстати, смотрите-ка, в какой-то момент прям в пике сейчас Кикони это резко выросло. Но мы подуменьшили. Подуменьшили их чисто. Окей. Города. Ну, тут без капиталиев. Ресурсы. Да, кстати, у нас очень много шахт. Это тоже отлично. Это очень хорошо. И, в принципе, вот с точки зрения экономики, мы вообще, наверное, просто в супер-купер-лидерах. То есть, вот прям, по идее, вот ресурсов у нас очень много. Атаки. Да, мы много воюем, но не скажу, что... Нет, ну не скажу, что прям очень много, но есть, есть, есть. Нет, подождите, стоп. А что получается? Помимо Троада мы вообще в самом низу. Я как-то так посмотрел просто, что мы средним, а смотря все остальные, это выше нас. Войны активные идут, оказывается. Употерим, да, мы в тройке, к сожалению, по дипломатии. Но в целом мы больше склонны к миру. То есть, вы видите, да, что есть государство, которое прям совсем там внизу. Он со всеми враждует. Мы все-таки держимся вместе, да, вот, красным. У нас пиони, да, вместе с пионией. Я просто здесь ее не вижу на карте. Вместе с пионией держим, в принципе. Размер страны, да, у нас очень большой. Кикония и Лаклида на втором-третем месте. И вот еще есть новая Македония на четвертом. Население. Да, у нас с вами больше всего населения. Из известного государства мы под еще Вифинию не знаем. А на втором месте Кикония. То есть, вот, если мы возьмем Киконию, то, по идее, мы население бустим. Просто невероятно захватываем это население. По уровню счастья, к сожалению, мы и Труада находимся внизу. Это, вот, откровенно проблема. Поэтому я думаю, что, когда мы перейдем на аристократию, у нас проблем с счастьем не будет. Ну и по уровню развития. Кстати, по уровню развития мы на одном уровне с Лаклидой. Так вот. В общем-то, друзья, как-то так. Давайте я вам всем на этом скажу большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если видео про нас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК. Ссылка есть в описании. А я вас всех благодарю за просмотр. Желаю вам удачи. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Дойл. Всем удачи. И всем пока. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok